Мы доказывали теорему Гаупсу о существовании первообразного корня индукцией по R. Применяли свойства функции Эйлера, сумма значений, взятых по всем делителям нейтрального числа, от функции Эйлера и само число R. Это почти так, как доказывал Гаупсу. Мне кажется, что то, как я рассказывал, в некотором смысле интуитивно понятнее, с педагогической точки зрения. Но Гаупс доказывал почти так, но чуть-чуть короче. И вот давайте я это самое «чуть-чуть короче» сейчас расскажу. Смотрите, у нас есть всевозможные остатки от единицы до b-1. У каждого есть порядок. Этот самый порядок является делителем числа по минус 1. Это все на пол. Так вот, очень простая ремня. Чисел, ну элементов, вычетов. Вычетов порядка R или нет ни одного, или их ровно фи от R. Как доказать лемму, через минуту расскажу. А сначала, почему этой леммы достаточно. Смотрите, берем число вместо n сюда, P-1. Пишем сюда P-1 и сюда P-1. Отлично. И после этого говорю, что вообще-то ненуленных остатков от деления на P-1 на штуку. Порядок – это какой-то делитель числа по минус 1. Так вот, если мы пройдемся по всем, по минус 1 вариантам, и у каждого посмотрим, какой его порядок, то получим P-1. А если по лемме посмотрим, то каждого порядка, здесь вот R и D, это на самом деле одно и то же. Давайте я напишу здесь порядок D. то каждого порядка им будет либо 0, либо F-1. Но сумма значений равна по минус 1. Значит, если я хоть одно слагаемое пропущу, то получу ответ меньше. Значит, если лемма будет верна, то понятно? Понятно. Отлично. Теперь лемма. Смотрите, что такое порядок D. Это значит, что у нас есть какой-то элемент, от единицы до минус 1, который, когда его возвели в степень D, дал единицу по модулю D. А при этом в меньших степенях единицу не давал. Отлично. Ну, если такой элемент есть, то возводя его в степень K, где K не больше, чем D, мы тоже получим решение вот такого сравнения. Ну, давайте представим себе, что число K от единицы до D, тогда D взаимно просто. Посмотрим тогда. А в степени KD. Понятно, что это будет единица, потому что это будет А в степени D в степени K. У нас А в степени D это единица, а единица в степени K это единица. Значит, безусловно, возводя решение вот такого сравнения в степень K, вы получите. При этом, конечно, элемент А в степени K будет именно порядка D. Почему? Потому что если бы у нас А в степени K, в некоторой степени M, где M меньше, чем D, было бы сравнимо с единицей, то тогда, поскольку D был порядком элемента А, у нас KM делилось бы на D. KM делилось бы на D. Но K взаимно просто с D, значит, это означало, что M делится на D. Этого не бывает, поскольку M меньше, чем D. Значит, не просто А в степени K будет элементом удовлетворяющим вот такому, но и в меньшей степени не будет удовлетворяющим. То есть мы нашли ровно фи от D элементов порядка D. Так, А. Почему другие решения? В принципе, у этого уравнения решениями являются все А, А квадрат, единица, А в степени D минус 1. Почему, вот я сказал, что в фи от D есть элемент порядка D, почему нет других? Почему, когда я возьму А в степени K, где K имеет общий делитель с числом D, почему я получаю элемент меньшего порядка? Да очень просто. Представьте себе, у меня есть элемент А в степени K. Представьте себе, что у меня больший общий делитель чисел K и D это какое-то L, и L больше единицы. Я делаю очень простую вещь. Я возвожу А в степени K в степень DL. Тогда смотрите, что это будет такое. Это будет А в степени D в степени K разделить на L. А в степени D это единица, K разделить на L натуральное число, значит, у меня получилась единица в меньшей степени. Значит, А в степени K элемент меньшего порядка. Таким образом, действительно, если мы рассматриваем вот такое вот уравнение, А в степени D сравним с единицей, по-моему, для B, то у него решения, которые не являются решениями предыдущих уравнений, то есть с меньшими показателями, либо 0, либо F от D. И вот так вот выглядит доказательство Гаусса теоремы о существовании первого разного уровня. Понятно ли? K деленное на L меньшего порядка единиц. Не то, что и там. Я не знаю, порядок, имейте в виду порядок вот этого элемента. Порядок элемента А в степени K. Если у меня K и D не взаимно простые числа, и я возвел А в степени K в степень D в Эльпах, то вот такой разница, понятно? Да. То у меня получилась единица в степени K разделить на L. То есть единица. Да. Значит, получается, что А в степени K я возвел в маленькую степень, в степень меньшую D, и уже получилась единица. Что такое элемент порядка D? Это элемент удовлетворяющего такому, но при этом для него меньшие степени не годятся. То есть элемент порядка 8. Это что такое? Значит, в восьмой степени он единица, а во всех предыдущих он не единица. Я смотрел в две ситуации. Одна ситуация, когда K и M взаимно простые, я тогда объяснял, почему число А в степени K имеет ровно порядок D. Это вот две планы. А здесь тогда они не взаимно простые. Тогда получился порядок меньше. Ну а количество чисел взаимно простых с числом D и не больше того, это по определению функции A.